добрый день я с вами капля мы продолжаем говорить о моральном авторитете отца сегодня я хотел бы поговорить о том примере зрелой жизни который мы просто обязаны являть жизнь наших детей как христианин я назвал бы это жизнь по плоти и жизнь по духу но выражаясь простым языком понятным абсолютно всем людям я бы поговорил вот о чем как вы живете или чем вы руководствуетесь в принятии решений ваших реакциях в жизненных ситуациях и так далее вы руководствуетесь вашими желаниями вы руководствуетесь вашими потребностями или вы руководствуетесь необходимостью вот настоящего зрелого мужчину отличает не то что он стал седым и вырастил бороду его отличает то что он постепенно по мере взросления по мере обретения мудрости он начинает отходить от принципа я хочу и начинает жить по принципу я должен это слово тоже не популярна так как и слово подотчетность помните мы не рабы рабы не мы я никому ничего не должен и так далее и так далее но слово ответственность которое является ключевым словом для мужественности просто подразумевает слово должен если мы с вами никому ничего не должны то скорее всего мы безответственны и по сути наверное не мужчина мужчина всегда берет ответственность и всегда несет эту ответственность до самого конца для настоящего отца это самая важная часть вот этого примера днк отцовство которое мы можем вообще передать нашим детям когда мы всякий раз перед тем как что-то сделать принять какое-то решение думаем не о том нравится нам это не нравится полезно это нам или нет а должны мы это делать или не должны и когда мы живем вот в этой системе координат то в наши взаимоотношения с они тоже претерпевают определенные изменения мы начинаем мыслить немного по-другому когда наш ребенок что-то у нас просит мы руководствуемся уже не тем хочется ему или нет а нужно ему это или не нужно когда мы с вами принимаем какие-то решения мы делаем это достаточно быстро очень рефлекторно и поэтому когда мы с вами хотим быть людьми которые поступают так как должны начать нужно не с попыток знаете приостановить себя когда приходит необходимость принимать важные решения подумать потому что не у многих это получается а нужно попытаться выработать в себе это я могу дать вам пару советов как это можно сделать составьте два списка вещей я намеренно говорю не дел никаких то других штук а именно вещей и в одной колонке напишите то чего вы хотите начиная с каких-то может быть очень материальных вещей там вы что-то хотите купить вам что-то нужно заканчивая духовными вещами и в другой колонке напишите то что вам должно иметь что вы должны приобрести что вам необходимо необходимо вам и необходимо вашей семье и попытайтесь проставить плюсики и минусики в колонке которую вы хотите поставьте минусики там без чего вы вполне себе можете обойтись если эта вещь или эти навыки и так далее не не придут вашу жизнь в правой колонке поставьте плюсики напротив той вещи без которой ваша семья будет несчастна или же она не будет должным образом функционировать или даже будет находиться в определенной опасности вы увидите насколько мало у вас будет вещей в левом списке и насколько много плюсов будет вправо вы обнаружите что мы большую часть вещей и решений которые мы делаем мы делаем исходя из того что нам нравится или чего мы хотим они из того что мы должны и попытайтесь а взяв вот эти вот вещи напротив которых в правом списке на как против которых вы поставили плюсы начните их целенаправленно притворять в жизнь и это станет привычкой и всякий раз когда вы будете принимать решение вы будете руководствоваться именно принципом я должен а не я хочу